уважаемые коллеги добрый день мы очень рады что вы к нам подключились и я надеюсь что наше с вами плодотворное общение будет мы начинаем работу нашей текции я предоставляю слово профессору кафедры эндокринологии маньяки доктору медицинских наук мясниковой не владимировне с докладом влияние нарушения сна на риск развития сахарного диабета второго типа пожалуйста здравствуйте уважаемые коллеги уважаемый юрий алексеевич и сегодня у нас речь пойдет о сахарном диабете второго типа и о тех рисках которые иногда остаются за кадром которые мы не всегда оцениваем в должной мере а на самом деле это вносит достаточно большой вклад в развитие нарушения углеводного раз нарушение углеводного обмена и вообще нарушение метаболизма и а сегодня мы говорим о влиянии нарушение сна на метаболизм и в частности на развитие сахарного диабета второго типа сон это базовое состояние сознания наряду с правильным питанием и физической активностью здоровый сон как оказалось является лучшей профилактикой развития метаболических нарушений а что это такое какое мы можем дать определение сну это периодически возникающее состояние которое подвержено циркадной ритмической активности и проявляется снижением сознания с выраженным мышечным расслаблением и изменением реакции на раздражители и спят не только люди не только животные но и такие вот подобные сну состояния возникает у рептилий амфибии рыб и даже мух и червей и оказалось что длительность сна и его качество играет принципиальную роль в нормальном метаболизме и в то же время есть ряд нарушений сна которые в настоящее время оказалось могут значительно ухудшить состояние обмена веществ и способствовать развитию метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа и вот сегодня мы поговорим о нескольких таких состояниях это депривация сна нарушение дыхания во сне и смещение циркадных ритмов и так депривация сна ай вот в настоящее время наблюдается такая скрытая эпидемия депривации сна то есть осознанного лишения человека сна и это не происходит из-за того что человек заболел там что у него бессонница а это происходит из-за того что человек старается как можно больше времени выделить активности активности которым посвящает своей работе своей семье и вот порт на данном исследовании оказалось что в среднем продолжительность сна у взрослых людей сейчас сравняется где-то 6 8 часам а столетия назад люди спали гораздо дольше и 30 процентов взрослых заявляют что они спят менее 6 часов в сутки физиологическая норма сна для большинства людей составляет 7 8 часов и если люди депривируют свой сон то оказалось это приводит к очень серьезным последствиям а и эти последствия в первую очередь связаны с увеличением аппетита и увеличением массы тела и сейчас достаточно много уже исследований которые показывают что не просто увеличивается вес при снижении продолжительности ночного сна а именно идет увеличение висцерального жира и вот на слайде вы видите вот это перспективное шестилетнее исследование которое показало что сон 6 часов и меньше четко ассоциирован с увеличением объема висцерального жира а к тому же есть данные о том что люди начинают есть больше и потребляют больше калорий и это вот еще одно исследование которое это демонстрирует его провели у мужчин с ожирением от 60 до 80 лет и увидите что чем меньше эти мужчины спали тем они больше потребляли калорий больше потребляли белка холестерина и видимо и вот как раз четко это связано с тем что у них увеличивался вес и наконец в настоящее время ни одно не два исследования а уже целые мета анализы проведены по очень большому объему исследований которые показывают четкую связь между снижением продолжительности ночного сна и риском развития сахарного диабета второго типа надо сказать что люди которые много спят больше девяти часов у них также увеличивается риск развития сахарного диабета второго типа но в этом случае скорее всего это уже последствия невосстанавливающего сна то есть нарушение структуры сна которая приводит к тому что люди спят дольше для того чтобы восполнить вот это вот плохое качество сна и это уже напрямую вот связано с нарушение метаболизма еще очень интересный факт это то что дневной сон не может восполнить потери ночного сна и больше того те люди которые позволяют себе больше часа поспать днем они входят в группу повышенного риска развития сахарного диабета второго типа это тоже мы видим по результатам исследования что если вот днем люди спали больше часа а ночью у них продолжительность на было меньше шести часов то у них два с половиной раза был повышен риск развития сахарного диабета второго типа по сравнению с теми которые спали вот от 6 до 8 часов то есть это говорит о том что к сожалению нельзя вот так просто и восполнить вот недостаток ночного сна тем что человек поспал днем потому что днем структура сна совершенно иная и процессы которые происходят в процессе вот как раз дневного сна они очень существенно отличаются от того что должно происходить в ночные часы и поэтому настоящее время есть убедительная база доказательств того что короткий сон ну как в общем то и длительный сон больше 8 9 часов увеличивают риск развития метаболического синдрома и вот такие некоторые данные что риск ожирения увеличивается на 55 процентов при продолжительности сна 5 часов и менее риск артериальной гипертензии возрастает риск диабета как я уже говорила и метаболического синдрома поэтому обязательно нужно обращать внимание людей пациентов на то сколько они спят по времени и призывать их тому чтобы они спали от семи до восьми часов потому что это вот такая физиологическая норма сна следующий очень также важный аспект это соответствие циркадным ритмом нашего их нашего распорядка дня и сна и бодрствования а и а вот у нас у всех есть так называемые биологические часы которые идут соответствие с биоритмами с том числе с циркадными ритмами и основные главные часы находятся в супрахиазмальном ядре гипоталамуса но каждая клетка фактически каждый орган обладает своими часами так называемые периферическими которые соотносятся с главными часами и вот эти главные часы они идут под воздействие так скажем под влиянием так называемых зельгейберов которым относятся в первую очередь это сменяемость дня и ночи и таким главным зельгейбером является освещенность но и кроме этого еще и прием пищи некоторые социальные взаимодействия и поэтому если мы живем в соответствии с циркадными ритмами то у нас наши биологические часы они идут правильно и это обеспечивает правильный метаболизм но есть ряд состояний при которых идет смещение циркадных ритмов и вот в настоящее время к ним относят принадлежность к определенному хронотипу и это принадлежность к так называемому вечернему или позднему хронотипу которые называются совы да в отличие от жаворонков которые очень рано просыпаются так называемый ранний хронотип это социальный джет-лак то есть это смена часовых поясов бодрствования в ночные часы связанная с такой видение ночной жизни да с развлечениями или наоборот с работой сменная работа это тоже еще один из примеров смещения циркадных ритмов также есть заболевания нарушение циркадных ритмов синдром отсроченного наступления по сна или синдром фазового опережения сна смещение времени приема пищи то есть прием пищи в поздние вечерние ночные часы и ряд психиатрических заболеваний в первую очередь депрессия и шизофрения но вот оказалось что совы они больше подвержены развитию метаболических нарушений и сахарному диабету второго типа и здесь есть целый ряд причин почему нарушается метаболизм усов и это связано прежде всего с поведенческими режимами паттернами так как совы они как правило поздно ужинают поздно завтракают и кроме этого у них измененное пищевое поведение связанное с тем что оказалось что совы склонны к большему размеру порции чаще употребляют алкоголь жирную пищу чаще питаются вне дома и чаще употребляют полуфабрикаты то есть питаются из контейнеров из вот упаковок да то есть не готовит пищу и по крайней мере не употребляет готовую пищу приготовленную дома а и а также им присущим в большей степени эмоциональное так называемый тип питания то есть неспособность контроля порций и при стрессе у них также чаще нарушается контроль за приемом пищи они меньше склонны к физической активности и больше времени проводят в постели у них меньше эффективность сна то есть вот это вот не обязательно то что они лежат в постели это реализуется в полноценном продолжительном сне ай и интересно что им присущи определенная генетическая генетические особенности но вот эти генетические особенности они напрямую не связаны с нарушением метаболизма то есть больше все таки у сов изменяется образ жизни и вот именно он ведет к нарушению нарушения метаболизма и к развитию большему риску развития сахарного диабета второго типа еще чем таким мощным фактором является эта работа в ночную смену при этом тоже повышается риск развития сахарного диабета второго типа опять же уже данный мета анализов показывает что на 40 процентов идет увеличение риска развития сахарного диабета второго типа но и последнее нарушение которое мне сегодня хотелось бы сказать это нарушение дыхания во сне сейчас очень много говорят обо пно и сна и оказалось что вот это состояние она ассоциирована не только сердечно-сосудистой патологии но и с развитием сахарного диабета второго типа это повторяющиеся паузы в дыхании во время сна вследствие коллапса глоточного отдела дыхательных путей и а вот синдром инструктивного окно и сна он очень серьезно нарушает физиологическую архитектуру сна и практически переводит человека в поверхностный сон то есть выпадает фаза глубокого сна которая очень важна для секреции правильной секреции целого ряда гормонов вот мы проводили исследования московской области и четко показали что относительный риск остановки дыхания во сне у лиц с нарушениями углеводного обмена который даже скрытый протекающий который еще даже не стоит диагноз сахарного диабета 2 типа гораздо выше чем у лиц с норма гликемии и в настоящее время одно и сна ассоциирует с целым рядом хронических заболеваний и риск в первую очередь артериальной гипертензии значительно повышается риск инсульта инфаркта риск смерти и в том числе казалось что увеличивается риск сахарного диабета 2 типа причем достаточно значительно и исследования последних лет показывают четкую взаимосвязь обструктивного апноэ сна с метаболическим синдромом и если есть метаболический синдром оказал оказалось что больше чем у 50 процентов обнаруживали и суаз и люди с метаболическим синдромом они имеют более высокие риски тяжелых стадий суаз ну вот риск сахарного диабета повышается в два раза да это показывать опять же данные мета анализа и у наших пациентов с сахарным диабетом 2 типа у 70 процентов есть обструктивная апноэ сна поэтому нужно иметь определенную осторожность потому что это дополнительный фактор сердечно-сосудистого риска ну и практически последний уже мои слайды я хотела показать что вот мы проводили исследования в нашем отделении и показали что к сожалению пациентов с эндокринной патологии очень высокие риски апноэ сна 84 процента у нас вот пациентов оказались с этим диагнозом поэтому заключение мне хотелось бы сказать что нарушение сна является независимым факторами риска развития ожирения метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа поэтому с нашей стороны должна быть настороженность не только эндокринологов кардиологов но и терапевтов и существуют надежные методы диагностики и эффективные методы лечения в том числе и нарушение дыхания во сне спасибо спасибо я думаю вопросы я пока в чате не вижу я вижу и алексеевич вопрос а вот здесь вопрос слова это генетически детерминированный признак или зависит только от привычки может быть изменен ну вот принципе скорее всего все-таки определенные генетические генетические изменения и мутации генов есть до которые предрасполагают к определенного хронотипа очень много из таких исследований и поэтому конечно генетика есть но вот еще раз повторюсь очень интересно что оказалось что это генетика она не предрасполагает к метаболическим нарушениям что это уже последствия поведения сов то есть здесь если скорректировать поведение то можно снизить метаболические риски больше вопросов не вижу я тоже больше не вижу вопросов уважаемые коллеги тогда мы продолжаем наш семинар и следующий у нас подключилась татьяна петровна шостакова доцент кафедры эндокринологии маники с докладом современные подходы к лечению субклинического гипотиреоза пожалуйста татьяна петровна уважаемый юрий алексеевич уважаемые коллеги сегодня я хотела бы рассказать какую угрозу представляет и представляет ли субклинический гипотиреоз и в каких ситуациях мы должны корректировать это состояние субклинический гипотиреоз это состояние при котором повышен уровень ттг он сочетается с уровнем тиреоидных гормонов которые находятся в пределах популяционной нормы принципе из этого определения вытекают несколько вопросов но является ли это состояние патологическим если является то как она влияет на заболеваемости на продолжительность жизни пациента и получим ли мы преимущество если будем проводить коррекцию этого состояния распространенность клинического гипотиреоза составляет от 4 до 10 процентов это было показано во многих исследованиях и распространенности выше среди женщин и увеличивается с возрастом вообще вот этот уровень ттг зависимости от возраста он сейчас но последние десятилетия скажем активно изучается потому что выросла продолжительность жизни людей довольно большая прослойка населения просто мы оказались что вот этих людей старше 70 особенно старше 80 лет популяционное как бы распределение ттг и верхняя граница нормы у них сдвигается вот в одном исследовании тут до семи с половиной милли единиц на литр другом исследование до шести милли единиц на литр ну то есть это выше чем принятое нами является аутоиммунный тироидит но есть другие более редкие причины но вот в основном это аутоиммунный тироидит но нужно учитывать что бывает транзиторное повышение ттг например это мы наблюдаем если отменить лечение тироксином если пациенту она назначена не для коррекции гипотириоза ну например по поводу узлов или по поводу диффузного нетоксического зоба это период выздоровления после тяжелых заболеваний но это такие реанимационные больные когда они выходят из этого состояния у них может наблюдаться повышение ттг и описаны сезонные колебания ттг как правило это происходит в пределах референсной нормы на участие пациента в зимний период может это да выходите за верхнюю границу нормы и есть причины когда ттг больше повышенный не связан с патологией щитовидной железы но это вот все тот же старческий возраст о котором мы уже сказали это при морбидном ожирении когда индекс масс тела более 40 наблюдаются более высокие показатели ттг при декомпенсированной надпочечнику и недостаточности при нарушении циркадного ритма когда у человека например ночью постоянно работа днем он спит то совсем не обязательно что в ранние утренние часы у него будет минимальный уровень ттг и также наблюдаются лабораторные ошибки они связаны с наличием у пациента гетрофильных антител которые могут вмешиваться именно в методику определения ттг или наличие макро ттг когда несколько молекул ттг объединяются и реально мы видим мы видим как бы завышенный показатель ттг но при этом это биологически неактивный ттг и никакого значения не имеет по уровню ттг можно выделить несколько степеней тяжести субклинического гипотириоза но тяжести то в кавычке потому что здесь не о тяжести заболевания идет речь о тяжести именно изменений которые связаны с субклиническим гипотириозом некоторые исследователи выделяют две степени некоторые три я более вот мне нравится деление на 3 вы увидите что это удобно с клинической точки зрения для принятия врачом решения легкая степень это совсем небольшое повышение ттг 4 до 7 мили единиц на литр умеренное это от 7 до 10 и 10 и больше это так называемый тяжелая в кавычках степень субклинического гипотириоза надо заметить что около 90 процентов пациентов имеют ттг менее 10 то есть они вот в этой легкой умеренной степени вы увидите дальше что большинство из них лечение никакое не показано в чем потенциальная опасность стоит субклинического гипотириоза но он может прогрессировать в манифестный гипотириоз по аналогии с гипотириозом может оказываться влияние на сердечно-сосудистые заболевания неврологические психиатрические заболевания влиять на фертильности на течение беременности и на психоневрологическое развитие плода вот по этим пунктам мы пройдемся в нашем я пройдусь в своем докладе прогрессирование субклинического гипотириоза зависит от того исходного повышения ттг и от наличия антител к тпо вот в самом таком известном исследовании в гемском она довольно давно уже было проведено но она длилась 20 лет и и она показала что если у пациентов при повышенном уровне ттг еще есть антитела к тпo повышенной то скорость прогрессирования в манифестный гипотириоз составляет чуть больше четырех процентов и за 20 лет которые длилась это исследование пятьдесят пять процентов пациентов половина перешли в манифестный гипотириоз если же антител не было то скорость два раза меньше 2 6 10 процентов в год и 33 процента пациентов перешло в манифестный гипотиреоз. В другом исследовании, в котором принимали только женщины, было показано, что вот это прогрессирование, здесь 10 лет длилось исследование, зависит от того, с каким уровнем ТТГ мы изначально столкнулись с пациентом. Если ТТГ был совсем немного повышен, от 4 до 6, то ни одна женщина за 10 лет не перешла в манифестный гипотиреоз. Если больше 12, то это около 80% и около 50% в диапазоне от 6 до 12 мили единиц на литр. Опять же, вот при легкой степени мы видим, что прогрессирование риск минимальный, при более высоких степенях уже более значимое прогрессирование в манифестный гипотиреоз. Надо заметить, что субклинический гипотиреоз, он может быть обратимым. Пациенты при следующем исследовании могут вернуться в состояние эотиреоза. И, конечно, эта вероятность зависит от исходного повышения ТТГ и от наличия антител к ТПО. Вот было в исследовании показано, что если у нас немного повышен ТТГ от 4 до 7, опять же вспоминаем легкая степень субклинического гипотиреоза, то около 50% пациентов через 2 года оказались в состоянии эотиреоза. То есть у них были совершенно нормальные показатели гормонов. Если же более высокие показатели, более 7, то вероятность возвращения в эотиреоз составляла 10%, и если больше 10, то 7%. При высоком уровне антител к ТПО и ТТГ более 10, вероятность очень низкая к тому, что пациент снова у нас станет эотиреодным. Вот учитывая вот эти обстоятельства, нужно заметить, что диагностировать субклинический гипотиреоз и рассматривать вопрос о его лечении нужно только после того, как вы удостоверились в стойкости изменений тиреоидного статуса. То есть нужно повторно проверить гормоны через 1-3 месяца. Ну вот этот разброс от 1,3 зависит от клинической ситуации иногда или от степени повышения уровня тиреоидных гормонов. Если мы видим, что ТТГ у нас больше 10, ну достаточно проверить через месяц, мы видим стойкие изменения и, значит, уже рассматриваем назначение терапии, нужно или нет. А если у пациента ТТГ повышен лишь немного, выше верхней границы, ну, например, 4,5, то мы можем и на 3 месяца его отпустить, проверить у него гормоны и в дальнейшем рассматривать его как человека с диагнозом субклинический гипотиреоз, только если мы подтвердили изменение гормона. В принципе, во многих исследованиях было выявлено, что если, ну так, активно обследовать пациента с субклиническим гипотиреозом, то есть проводить ему ЭХКГ на очень хорошие техники, там, изучать эдотелиальную дисфункцию, померить ему комплекс интермедиа, то мы можем выявить, что у него есть и диастолическая дисфункция, и есть систолическая дисфункция при физической активности, увеличено периферическое сопротивление сосудов, увеличена толщина стенки артерии, эндотелиальная дисфункция и увеличен комплекс интермедиа. В принципе, все эти изменения в более выраженной степени наблюдаются при гипотиреозе манифестном, то здесь мы имеем место уже с изменениями, которые будут сохраняться на протяжении заболевания пациента. Но какое значение это имеет клиническое? Вот в метаанализе было показано, что в принципе какой-то риск повышения, например, сердечной недостаточности, он возникает при ТТГ более 10, то есть это тяжелая у нас степень субклинического гипотиреоза, ТТГ от 10 до 20, и вот тогда риск сердечной недостаточности возрастает почти в два раза. При более низких ТТГ от 4 до 7, от 7 до 10, значимого повышения по сердечной недостаточности не было показано. Есть прямая корреляция между общим холестерином и уровнем ТТГ. Чем выше у нас ТТГ, тем выше уровень общего холестерина, хотя если мы говорим о субклиническом гипотиреозе, то это вот первые три столбика, может быть, это и не такое выраженное повышение. Но изучение фракции показало, что повышаются именно атерогенные фракции, это лип протеиды низкой плотности, триглицериды, и особенно заметно это при ТТГ более 10, и особенно у лиц, у которых есть инсулинорезистентность. У пациентов с сахарным диабетом или у кого еще нет сахарного диабета второго типа, но уже есть инсулинорезистентность. Но опять же, риски ИБС значимо возрастали именно при ТТГ, при тяжелой форме субклинического гипотиреоза, то есть когда ТТГ у нас становится больше 10. Риск сердечно-сосудистой смерти, он зависит, он повышен у пациентов с субклиническим гипотиреозом, но зависит от уровня ТТГ. Вот в метаанализе 11-ти проспективных когортных исследований было показано, что когда у нас ТТГ повышен немного, от 4 до 7, то и риск сердечно-сосудистой смерти фактически равен единице. Но он повышается значимо. Если у нас больше 10 ТТГ, то тогда риски повышены и сердечно-сосудистых событий, и риск смерти. И вот при ТТГ от 7 до 9, вы видите, что тоже достоверное повышение риска сердечно-сосудистой смерти. То есть здесь у нас для нас важным становится ТТГ более 7 в отношении сердечно-сосудистой смерти. У лиц молодого возраста умеренный и тяжелый субклинический гипотиреоз повышает риск инсульта. Было показано, что для лиц от 18 до 49 лет риск инсульта повышен в 3 раза, фатального инсульта в 4 раза, если у них есть субклинический гипотиреоз. И для лиц от 50 до 64 лет фатальный инсульт повышен почти в 3 раза при наличии субклинического гипотиреоза. И значимый риск повышен при ТТГ от 7 до 10 мили единиц на литр, то есть при умеренной степени. Но мы знаем сейчас, что очень тесно с сердечно-сосудистыми заболеваниями связана патология почек, потому что при сердечной недостаточности снижается фильтрация кровообращения в почках, и это, соответственно, приводит к снижению скорости клубочковой фильтрации. Вот поэтому было проведено исследование и состояние функции почек у пациентов с субклиническим гипотиреозом. И, в принципе, никакой зависимости от субклинического гипотиреоза именно снижения СКФ выявлено не было. Но было обнаружено, что у тех пациентов, которые находятся уже на гемодиализе, то есть у них уже значительно есть фатальное снижение функции почек, вот у них риск смерти был ассоциирован с уровнем ТТГ, и он повышался по мере прогрессирования, повышение ТТГ возрастал и риск смерти, ну, примерно в два раза при субклиническом гипотиреозе. В отношении к когнитивной функции раньше не было выявлено каких-либо изменений, но оказалось, что это сильно зависит от возраста. И когда были проведены исследования отдельно на лицах у лиц моложе 75 лет и старше 75 лет, то выявилось, что нарушения когнитивной функции в полтора раза чаще встречаются у лиц с субклиническим гипотиреозом довольно молодого возраста, и риск деменции тоже повышен в 1,8 раза, если у пациента есть субклинический гипотиреоз, и он еще довольно молодого возраста. В отношении влияния на фертильность известно, что гипотиреоз в том числе субклинический негативно влияет на омуляцию, и поэтому рекомендуется исследовать функцию щитовидной железы при бесплодии, и если мы выявляем субклинический гипотиреоз у пациенток с бесплодием, то компенсация только этого состояния, то есть назначение лечения по поводу субклинического гипотиреоза вот в исследовании сопровождалось наступлением беременности у пациенток, то есть почти у всех удавалось решить эту проблему, если у них было нарушение функции щитовидной железы. В настоящее время всеми признается негативное влияние повышенного ТТГ на течение нормального уровня ТТГ по мере его повышения, но особенно, конечно, они выражены у тех женщин, у которых ТТГ выходит за пределы нормального диапазона. Поэтому вот если пытались как бы разграничить, риск выкидыша повышается в одну целую на 20%, если у этих женщин есть антитилак ТПО, то уже на 40%, а если ТТГ у нас выходит за пределы референсной нормы, более 4-х становится, то уже почти в 2 раза повышается риск выкидыша. И поэтому, конечно, очень важно компенсировать функцию щитовидной железы у этих женщин. В отношении других воздействий на течение беременности субклинического гипотириоза, ну, было показано, что, например, гибель плода выше у беременных с субклиническим гипотириозом на 20%. Ну, преждевременные роды чаще случаются почти в 2 раза. И другие осложнения – это преэклампсия, то есть развитие артериальной гипертензии, гистационной и развитие преэклампсии, и риск гистационного сахарного диабета у этих женщин повышен. Поэтому, конечно, наличие субклинического гипотириоза приводит к осложненному течению беременности. Ну, мало того, что оно мешает наступлению беременности, но если она и наступает. Что касается психоневрологического развития, то оно зависит от тероксина матери на ранних сроках беременности, и поэтому при субклиническом гипотириозе нам сложно ждать, что будет какое-то выраженное снижение нарушения психоневрологического развития. Но, тем не менее, в исследованиях ЭДО, которые исследовал только, у них все-таки IQ детей был снижен именно в части дефицита внимания, ухудшения скорости чтения, развивания... Ну, недавно совсем... ...получить какое-то отставание в развитии ребенка, и коррекция вот такого ТТГ, она не приводила никаким клиническим улучшениям в отношении психоневрологического развития плода. Итак, какое же лечение и кому мы можем назначить при субклиническом гипотириозе? Абсолютными показаниями является, в общем-то, беременность и планирование беременности. В остальных случаях возможен выбор либо тактики наблюдения, либо тактика лечения. И факторы, которые могут повлиять на выбор вот этой тактики, это возраст пациента, степень тяжести субклинического гипотириоза, то есть насколько выражено у нас повышен ТТГ, наличие ЭБС, сердечной недостаточности, диастолической гипертезии, то есть сердечно-сосудистых заболеваний, наличие симптомов гипотириоза и наличие высокого титра антител к ТПО. Вот с учетом этих параметров может врач принять решение, которое, в общем-то, ну, отдано ему на откуп, да, наблюдать этого пациента или лечить. И как же нам сориентироваться? Ну, вот разделим пациентов на возраст менее 65 лет и возраст старше 65 лет. И если у нас ТТГ находится совсем немного выше верхней границы, от 4 до 7 мили единиц на миллилитр, то в возрасте 65 лет мы можем ориентироваться на то, насколько высоки антител к ТПО. Если они очень высокие, то, значит, быстро будет прогрессирование этого заболевания и можно назначить лечение. Но в большинстве случаев лечение не показано, но его можно рассмотреть у пациентов, у которых есть симптомы гипотириоза. Тогда мы назначаем как бы пробное лечение, понимая, что все симптомы гипотириоза не специфичны и могут быть связаны не только и не столько с гипотириозом, а с какими-то другими проявлениями. Но назначается лечение на 6-12 месяцев и смотрят, влияет ли это как-то на симптомы, которые, жалобы, которые предъявляет пациент. Либо у пациента есть зоб, и мы хотим одновременно уменьшить размер щитовидной железы, ну и компенсировать вот этот ТТГ. Если же у нас пациенты старше 65 лет, то при таком незначительном повышении ТТГ им лечение не показано, особенно для пациентов, которые старше там 70 лет. Мы не забываем, что возможно вообще такой уровень это их норма. И сейчас обсуждается вопрос о том, что у людей старческого возраста возможно норма ТТГ должна быть другой. Но пока это только дискуссия. Если у нас ТТГ повышен от 7 до 10 миллиединиц на литр, то для пациентов моложе 65 лет мы рассматриваем все-таки лечение, которое может быть назначено для снижения риска инсульта, раннего развития ишемической болезни сердца, особенно если у пациента уже есть повышенные атерогенные фракции липидов, а также для профилактики когнитивных нарушений. Если у нас пациенты старше 65 лет, то при таком небольшом повышении ТТГ мы тоже лечение им не назначаем. А вот если у нас ТТГ больше 10, то лечение показано и для молодых пациентов, и также лечение может быть показано для пациентов старше 65 лет для снижения риска сердечно-сосудистой смерти и особенно пациентам, у которых есть сердечная недостаточность. Потому что было показано, что даже пациенты старческого возраста, если у них ТТГ больше 10, они чаще попадают в стационары в связи с декомпенсацией сердечной недостаточности и чаще погибают именно от сердечной недостаточности. Поэтому с этой точки зрения им может оказаться полезным рассмотреть лечение субклинического гипотириоза. Препаратом выбора является левотероксин натрия. Назначается доза обычно 1 мкг на килограмм веса. Это в среднем от 50 до 100 мкг в сутки. Но не забываем, что если у нас пациенты старше 65 лет, либо у них уже есть известные сердечно-сосудистые заболевания, то начинать лечение нужно с маленькой дозы, обычно это 25 мкг в сутки. И постепенно эту дозу медленно увеличиваем, тетруем до эффективной. Эффективная доза будет, когда ТТГ у нас будет в пределах нормы. Для лечения во время беременности нужно помнить, что всем беременным и тем, кто планирует беременность при ТТГ более 4, мы назначаем заместительную терапию. И здесь доза немного больше, 1,5 мкг на килограмм веса. Если у нас ТТГ высоко нормальный, то здесь врач индивидуально принимает решение, и он может принять решение о лечении, если есть позитивный антителак ТПО, если есть выкидыш в анамнезе, либо беременность наступила в результате ИКО. Благодарю за внимание. Готова ответить на вопросы. Спасибо, Татьяна Петровна. Я вопросов не вижу, ни в чате, ни в чате, да, поэтому мы продолжаем. Еще раз спасибо, Татьяна Петровна. Следующий доклад мой, вашего покорного слуги. И сегодня бы мне хотелось о современных технологиях в лечении сахарного диабета. Причем не просто о современных технологиях как таковых, а о практических возможностях взаимодействия врача и пациента в мониторинге сахарного диабета. Это, наверное, сейчас особенно актуально, потому что в режиме изоляции, в режиме инфекции коронавирусной, да, очень важно общение врача с пациентом, а мы знаем, что многие пациенты сейчас находятся в самоизоляции. Поэтому вот такое взаимодействие, взаимодействие дистанционное, оно, наверное, улучшает компенсацию сахарного диабета. Ну, то, что самоконтроль является ключевым фактором в лечении сахарного диабета, наверное, мне уже говорить не надо, потому что об этом мы всегда помним, об этом мы очень часто говорим. И то, что самоконтроль является ведущим фактором, который дает нам информацию о течении диабета у пациента, в этом, я тоже думаю, убеждать никого не надо. Но, к сожалению, при самоконтроле, в общем-то, как и при любом методе лечения, возникают некоторые проблемы. И вот об этих проблемах мне бы и хотелось сегодня поговорить. Ну, и какие это проблемы? Ну, во-первых, невозможность соотнести текущий уровень глюкозы крови с целевыми значениями гликемии. Да, каждый доктор говорит врачу о целевых значениях сахара крови, но не всегда пациент их запоминает. И вот соотнести текущее значение вот с этими целевыми значениями бывает не так просто для пациента, особенно в пожилом возрасте. Ну, и то, что при самоконтроле необходимо вести дневник пациента, мы всегда говорим нашим пациентам, но, опять-таки, многие пациенты считают, что раз глюкометр имеет память, соответственно, дневник можно не вести, хотя вот это неправильно. Далее, конечно, глюкометр не вводится дополнительной информацией о приемах пищи, о дозах препаратов, о физической нагрузке, о стрессах, что тоже не очень хорошо. Ну, и, конечно, с помощью обычного простого глюкометра очень сложно отследить типичные изменения в уровне глюкозы крови, которые могут быть у пациента в динамике, особенно, если пациент не ведет дневник самоконтроля. Ну, и, конечно, стоимость тест-полосок, да, расточительность, более часто измерение ведет к большему расходу тест-полосок и, соответственно, конечно, увеличивает стоимость лечения. Ну, к сожалению, не секрет, что не всегда мы можем обеспечивать пациента тест-полосками бесплатно. Ну, и, опять-таки, невозможность дистанционного контроля, невозможность контроля со стороны врача или родственника без заполнения дневника. Вот это те проблемы, с которыми мы сталкиваемся при самоконтроле. Ну, и, конечно, вот эти проблемы, они всегда нуждаются в разрешении, в правильном разрешении возникших каких-то ситуаций с пациентом, да. Ну, а правильное решение возникших проблем, оно, конечно, нуждается в правильной информации. И, конечно же, когда мы говорим о правильной информации, мы говорим, что это главная характеристика работы глюкометра, потому что насколько правильно глюкометр определяет уровень глюкозы крови и будет зависеть то решение, которое примет и врач, и пациент и сделает изменения в своей сахарно-снижающей терапии. Ну, и, конечно, вот здесь появились инновации, о которых сегодня нельзя не говорить. Это так называемые умные глюкометры. Так вот, в идеале, да, вот что бы хотелось иметь от глюкометра, что бы хотелось, вот требования, какие бы мы хотели предъявить к этому глюкометру. Ну, во-первых, собрать необходимые данные, да, то есть не только уровень глюкозы, а, допустим, уровень углеводов на один прием пищи, дозы инсулина, уровни активности физической, какие-то эмоциональные стрессы. Кроме того, ну, желательно, чтобы глюкометр воспринимал целевые значения глюкозы крови, чтобы можно было сравнить их с текущими значениями, а еще лучше, чтобы глюкометр все эти значения сравнивал с нагрузками, с дозами инсулина и советовал, какие необходимо предпринять меры. Ну, это вот в идеале, да, то, что должен был бы сделать глюкометр. Ну, и на самом деле такой глюкометр умный или интеллектуальный, он уже появился. Это глюкометр Contour Plus One, и мне бы хотелось на его примере показать, как возможно взаимодействие врача и пациента с помощью такого глюкометра. А говорю сразу, что это простой информативный глюкометр с высокой точностью, и он работает, как обычный глюкометр. То есть все то же самое вставляется в глюкометр ТЭС-полоска, и он показывает, капается кровь, да, и, соответственно, он показывает уровень глюкозы крови тот, который есть у пациента. Но у него есть одна хитрость. Без подключения к специальному приложению он работает, как обычный глюкометр. Но у этого глюкометра есть специальное приложение к телефону, которое называется Contour Diabetes, которое взаимодействует с глюкометром. То есть, если это можно сделать на любой смартфон, соответственно, если загрузить это приложение, ну, вот так выглядит значок этого приложения, он есть и для Android, и для телефонов Apple, то он приобретает дополнительные функции, которые делают его действительно вот таким умным глюкометром. Еще раз подчеркну, без этого приложения он работает, как обычный, правда, высокоточный глюкометр. Ну, и вот те проблемы, о которых я говорил, этот глюкометр с помощью приложения решает очень и очень быстро. Первая проблема – это как пациент может соотнести текущий уровень глюкозы крови с целевыми значениями. Ну, во-первых, в это приложение вводятся сами целевые значения. То есть, вот вы видите экраны этого приложения, да, и мы с вами видим, что здесь пациент индивидуально настраивает все целевые значения. То есть, здесь может быть текущее значение, высокие, низкие, критически высокие, критически низкие. То есть, пациент вводит эти значения. А вот дальше происходит, ну, очень интересное действие, да. После того, как пациент измерил уровень глюкозы крови, вот тот порт, куда вставляется тест-полоска, да, этот порт, он загорается одним из тремя цветов. Либо желтым, либо зеленым, либо красным. Желтый – это значит, что текущее значение выше целевого диапазона. Зеленый – как раз вот то, что нужно, да, в пределах диапазона целевого. И красный – ниже целевого диапазона. То есть, соответственно, уже измерив, сразу пациент видит, какой у него текущий сахар, что, на мой взгляд, достаточно интересно. Ну, и кроме того, он может эти индивидуальные значения, опять-таки с помощью приложения, да, индивидуализировать интервалы времени для подстройки своего ритма жизни конкретно к себе, да, то есть время завтрака, время обеда, время ужина, ночное время – все это можно ввести в глюкометр, и он будет соотносить целевые значения вот с этими промежутками времени. Вторая проблема – это то, что необходимо ввести дневник самоконтроля. И вот здесь этот глюкометр тоже может помочь. Он автоматически создает дневник самоконтроля с возможностью его распечатки и даже пересылки доктору, ну или родственникам, да. Вот так выглядит этот дневничок. Вы видите, что здесь есть и измерение уровня глюкозы крови, и количество хлебных единиц, и доза инсулина, и физическая активность. То есть все это сразу автоматически переносится в глюкометр. То есть отпадает необходимость скрупулезного введения дневника, потому что все реально автоматически заполняется. Ну и то, что вы уже поняли в этом дневнике присутствуют приемы пищи, сахароснижающие препараты, все это можно также увидеть с помощью вот этого приложения, о котором я говорил. Ну вот вы видите показания глюкозы крови в течение дня, причем и до еды, и после еды, можно посмотреть отдельно. Ну вот мы видим с вами на экране, да, это текущий уровень глюкозы крови и целое яблоко. Это значит, что он до еды. И далее мы видим, во сколько было измерения, что это было перед ужином, и на ужин съедено 50 грамм углеводов. Это реальные экраны нашего конкретного реального пациента, с которым я работаю. Поэтому это не какие-то абстрактные экраны, да. Мы видим, что он ввел 6,3 единицы инсулина, он на помпе, поэтому у него введение инсулина до десятых. Вот. И, соответственно, вот более подробно про инсулин, более подробно про углеводы, он считает не в хлебных единицах, а в граммах, поэтому так удобно пациенту. То есть вот это он может ввести. Дальше мы смотрим физические активности, мы видим, что у него была физическая активность, вот в какой-то из дней, в пятницу, да, продолжительностью 60 минут умеренная нагрузка была. В какой-то из дней, да, в это же время, смотрите, после нагрузки был, видимо, ужин, да, он съел 7 хлебных единиц и, соответственно, ввел 10 единиц инсулина ультракороткого действия. Ну и далее, да, соответственно, он сомневался в приеме пищи, и вот вы видите фотографию рыбы, которую он съел. Соответственно, это он нам прислал фотографию, то есть еще и приложение позволяет сделать фотографию приема пищи, чтобы, например, он сомневался, стоит ли добавлять на это хлебные единицы. Ну и, кстати, в будущем эта технология была бы очень интересна, потому что, ну, не секрет, сейчас ведутся такие разработки, что навести на прием пищи, на продукт какой-то, на блюдо, да, экран мобильного телефона, и он сразу посчитает количество хлебных единиц. Такие разработки ведутся, но пока этот глюкометр это не позволяет. Он просто позволяет сфотографировать, и интеллектом здесь будет лечащий доктор, например, который поможет пациенту рассчитать количество хлебных единиц. Ну и далее еще одна возможность этого глюкометра – это то, что он позволяет отследить так называемые типичные, повторяющиеся ситуации, так называемые паттерны. Ну вот если просто вести дневник, да, вы видите, что здесь сложно отследить, какие сахара были. Ну вот типично повторяющиеся в течение трех дней подряд высокие показания – это называется паттерн высоких сахаров. Типично в течение двух дней подряд в одно и то же время повторяющиеся низкие сахара – соответственно, это паттерн низких сахаров. Ну вот если посмотреть на этот экран, то здесь очень сложно бывает определить, да, по дневнику. А вот если посмотреть на этот экран, то оказывается у пациента три дня подряд были высокие сахара в 6 утра и низкие сахара в 13.00. Вот глюкометр «Контур Плюс Ван» он позволяет это делать автоматически, то есть он сразу покажет на экране вот сколько тенденций, то есть он распознает 14 разных тенденций, и вот у данного пациента, про который я говорил, да, вот у него был паттерн высоких показателей по понедельникам. То есть мы стали анализировать, оказывается, вот по понедельникам он, когда ехал с дачи, он переносил по утрам инъекцию продленного инсулина, и вот это влияло на, соответственно, это, да, это не этот, на помпе пациент другой уже, но он переносил продленный инсулин, и, соответственно, у него были высокие сахара. Ну вот это были понедельники, то есть глюкометр заметил вот эту, как бы, закономерность. А вот это тот же пациент на помповой инсулинотерапии, да, вот у него был паттерн, наоборот, низкого уровня глюкозы крови, да, вот эти тенденции, сахар крови был несколько дней подряд низкий, и вот это как раз этот глюкометр обнаружил. То есть он позволяет вот делать такие интересные вещи. Ну и расточительность тест-полосок. Здесь тоже очень интересная технология есть у такого глюкометра. Это технология второй шанс. То есть при обычном глюкометре, если капнуть кровь на тест-полоску и крови мало, то полоску приходится выбрасывать. Вот у этого глюкометра можно нанести на ту же тест-полоску дополнительное количество крови в течение 60 секунд, и глюкометр покажет точный результат. По данным исследований, за год использование такой технологии приводит к экономии 7-8 тысяч рублей. Ну, в общем-то, на эту сумму можно купить дополнительное количество тест-полосок. Ну и, наконец, дистанционный контроль. Это тоже очень важно. Вот этот глюкометр, он может работать дистанционно. То есть если мама подключится к этому глюкометру, а он передает информацию в специальное облако, и информация абсолютно защищена, и зарубежник, да, по нашим нынешним законам, это не передается. Соответственно, если ребенок находится в школе, и мама подключается, например, к этому глюкометру, то она увидит, какие измерения у ребенка есть в школе. И если что-то не так, соответственно, она может вовремя принять меры. Ну, то же самое, кстати, можно делать с пожилыми больными, особенно если пожилой человек живет в другом городе, то его дети, например, могут отслеживать, какой уровень глюкозы крови есть у него, и, соответственно, вовремя принимать меры для того, чтобы это было удобно. Ну, и более того, дистанционная самоизоляция при ковиде, да, вот тоже позволяет врачу отслеживать в прямом эфире практически уровни глюкозы крови, и, соответственно, принимать соответствующие меры. Ну, и, наконец, еще одна функция – это невозможность контроля со стороны врача или родственника без заполнения дневника. Да, есть дистанционный контроль, но тот дневник, который, например, приносит вам пациент, не значит, что он содержит правильные сахара. Может, пациент не хочет вас расстраивать и пишет, сахара – лучший дневник, чем они есть на самом деле. Вот этот глюкометр, он позволяет отследить все измерения, которые проводились с помощью глюкометра. Мало того, что он показывает среднее значение за 7, 14, 30 и 90 дней, можно на графике отследить в течение дня дозы инсулина, количество хлебных единиц, уровни глюкозы крови, соответственно, до еды, после еды, вот даже дозы, вы видите, уже более такой расширенный график, это можно сделать. Ну, и более того, глюкометр позволяет получить специальный отчет для врача. То есть, когда пациент идет на прием к врачу, например, ему не надо полностью дневник распечатывать. Достаточно распечатать специальную страничку, на которой показана диаграмма всех показателей уровня глюкозы крови, результаты измерений в пределах целевого диапазона, средние показатели за последние 7, 14 или 30 дней, показания глюкозы крови до и после еды, и даже последние тенденции, они вот здесь вот отражены, и вот здесь даже у этого нашего пациента была тенденция, которая за последние 7 дней была, и это все в дневничке, вот в этом специально для врача отражено. Поэтому, соответственно, это действительно удобный глюкометр. Вот такой интегрированный с глюкометром смартфон, он, конечно, позволяет пациенту лучше придерживаться плана контроля диабета. И еще раз подчеркиваю, что это без приложения, это обычный, хороший, точный, высокоточный глюкометр, потому что проведены были обследования, которые показали, что этот глюкометр даже превосходит по точности данные современного стандарта, предъявляемого глюкометром. То есть это высокоточный глюкометр, который работает и без приложения, и хорошо работает. Но приложение, оно содействует оказанию такому пациенту непрерывной помощи со стороны врача в режиме буквально реального времени. Поэтому такие глюкометры, конечно, это инновация, и, соответственно, мы их должны уже внедрять в практику, использовать. Спасибо за внимание. Если у вас появились вопросы, я тоже на них с удовольствием отвечу. Но пока я вопросов не вижу. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, то тогда я предоставляю слово следующему лектору, это Крюкова Ирина Викторовна, с докладом актуальной вопроса лечения остеопороза. Добрый день, уважаемые коллеги. Темой моего доклада действительно является вопрос лечения остеопороза. Но что касается лечения любого заболевания, наверное, сложно говорить о правильном подборе терапии, если мы не выбираем те группы пациентов, которые в ней нуждаются. Поэтому я в своем докладе коснусь вопросов скрининга, диагностики факторов риска и с учетом риска для пациентов в плане переломов. Мы с вами обсудим возможности современной терапии. Но в первую очередь я, конечно же, хотела обратить ваше внимание все равно на определение заболевания остеопороза как самой, наверное, мультидисциплинарной проблемой. Я не побоюсь таких громких слов. И сказать, что это заболевание метаболическое, заболевание скелета, которое характеризуется снижением костной массы, нарушением ее микроархитектоники, вследствие чего и происходят переломы, причем патологические переломы, которые возникают при минимальном уровне травмы. И, собственно говоря, нашей задачей основной – это снижение их риска возникновения. И вот все-таки все задачи давайте с вами обсудим, которые у нас ставятся перед специалистом о приведении пациента с потенциальным диагнозом остеопороз. Это в первую очередь как раз выявление больных с высоким риском переломов, которые нуждаются в терапии, потому что недодиагностика – это важная проблема, гипердиагностика также является проблематичной, поэтому нужно очень взвешенно подходить к выбору терапии, к выбору пациентов, не нуждающихся. Необходимо проводить дифференциальную диагностику при выявленном остеопорозе инструментально с другими заболеваниями, которые также сопровождаются низкой костной массой, поскольку мы можем попасть в просаг в плане выбора терапии, и если не учтем чего-то важного в патогенезе или, возможно, даже неправильно поставим диагноз первичного остеопороза. Тем самым нужно определить причину заболевания, факторы, которые влияют на ее развитие, и подобрать уже необходимую индивидуальную, фактически адекватную терапию с учетом как особенностей действия препаратов, так и, естественно, показаний официальных и противопоказаний к назначению. И предпочтения пациенту по режиму дозирования очень важны, особенно при хронических болезнях, которые требуют длительного контроля и длительного лечения. Ну и все, что касается мотивации пациентов и та информация, которую мы в идеале должны предоставлять максимально, из, так скажем, грамотных источников. В основном это, конечно, касается образовательных школ для пациентов, которые временно сейчас в оффлайн-режиме, конечно же, приостановлены в связи с эпидемиологической обстановкой. И позволю себе также отметить, что остеопороз до возникновения переломов не имеет никаких симптомов, безмолвное заболевание, безмолвная эпидемия, единственным проявлением которым является перелом костей. И все, что здесь перечислено в отношении болей в спине, как хронической боли, так и впервые возникшей, потеря роста на 2 см и более за короткий жизненный период, за 1-3 года, или на более выраженные потери на 4 см за всю жизнь по сравнению с молодым возрастом, выраженный грудной гиперкифоз может являться ничем иным, как проявлениями, опять-таки же, все тех же переломов телопозвонков, которые часто остаются недодиагностированными. Что касается методов обследования, которые необходимо проводить практически всем пациентам, у которых мы предполагаем остеопороз, основой основ является выявление факторов риска, то есть подробный сбор анамнеза, и тем самым далее мы определяемся уже с необходимыми методами диагностики. Очень важна роль рентгенографии грудного и поясничного отделов позвоночников, боковой проекции, которые позволяют визуализировать тела позвонков и тем самым исключить вот все то, о чем я уже сказала, компрессионные переломы. Но на доклинических стадиях рентгенологический метод не может быть стандартным, потому что в отсутствии переломов он нам никак не скажет о наличии или отсутствии остеопороза, двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, количественная диагностика, количественная оценка костной плотности и позволяет исключить или диагностировать остеопороз на доклинической стадии. А лабораторные исследования являются также обязательным пунктом в диагностике пациента с остеопорозом в плане, в первую очередь, дифференциальной диагностики с другими заболеваниями. И вот это основа всего, это основные факторы риска остеопороза и переломов костей, которые очень важно знать и оценивать, прежде чем мы разрабатываем, так скажем, индивидуальный план обследования. И что наиболее важно в настоящее время, когда у нас есть алгоритм, инструмент ФРАКС, который позволяет нам количественно рассчитать индивидуальный десятилетний риск переломов, вероятность для пациента индивидуальную, насколько он может получить перелом, и на основании вот этих цифр принять решение о начале терапии. Данная анкета, данный опросник разработан Шеффилдовским институтом и одобрен Всемирной организацией здравоохранения. Вы вот видите, что он находится фактически на эмблеме Всемирной организации здравоохранения. Для каждой страны этот инструмент специфичен, но он есть далеко не у каждой страны, поскольку очень важна эпидемиологическая база по перелому для каждого государства. И если она проводится, такие скрининговые исследования популяционные, тогда уже и разработчики, так скажем, дают добро на странно-специфичный анализ ситуации. В Российской Федерации такая возможность есть. И данный калькулятор включает в себя наиболее важные и значимые факторы риска. Они на самом деле перечислены все ниже, если смотреть на него в онлайн-режиме. И, соответственно, при оценке индивидуальных этих рисков, при нажатии кнопки «Посчитать» мы и получаем конкретный риск переломов на ближайшие 10 лет. В дальнейшем сопоставляем данную цифру с возрастом и тем самым применяем порог терапевтического вмешательства. Он очень странно специфичен в зависимости от эпидемиологии переломов. И в Российской Федерации он в настоящий момент выглядит вот таким образом, и нужно пользоваться именно им. У нас именно такая вот кривая в зависимости от возраста риска переломов. И если пациент попадает в красную зону, то высока вероятность необходимости начала терапии. Почему мы говорим всегда о вероятности? Потому что никто не заменяет даже данный важный, так скажем, алгоритм клинического суждения. И, конечно же, основное будет, так скажем, решение за специалистом. Если у нас пациент не выполнял еще денситометрии, который также может включаться в алгоритм ФРАКС, в частности только денситометрии проксимального отдела бедра, как зона наиболее значимой в плане переломов, то при, так скажем, попадании его риска вот в эту желтую зону, при трехцветном пороге терапевтического вмешательства, это является ничем иным, как показанием для проведения двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Ну и если мы пациента уже договорились лечить, и это всегда консенсус все равно врача и пациента, то нужно ставить окончательно конечные цели. Стратегия лечения – это профилактика переломов костей. Даже если их не было, тем более это первичная профилактика. Если вдруг они уже возникли, то, может быть, это все-таки более тяжелая ситуация, но требующая незамедлительных действий. И таким образом, показаниями для назначения терапии, направленной на снижение риска переломов, является как выявление остеопороза по данным денситометрии, именно двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, с применением критериев ВОЗ, которые не менялись с 1994 года. Я думаю, что всем хорошо известно, что МПК, минеральная плотность костной ткани, ниже минус 2,5 стандартных отклонений, при первичном остеопорозе является показанием к терапии. Это наличие патологических или низкоэнергетических переломов телопозвонков или проксимального отдела бедра, или вдруг, если характер переломов уже множественный. Это, конечно же, незамедлительные показания для назначения лечения. А также рассчитанный риск переломов по алгоритму ФРАКС, который, особенно сейчас, в условиях изоляции и так далее, может заменить инструментальную диагностику и позволить начать лечение. Но, конечно же, нужно провести минимальный, по крайней мере, лабораторный контроль для исключения противопоказаний к терапии. И что касается, опять-таки же, индивидуализированного подхода к назначению терапии, помимо наших действующих федеральных клинических рекомендаций, есть еще очень удобный, на мой взгляд, алгоритм. Это предложение экспертного совета Российской ассоциации по остеопорозу с точки зрения выбора терапии, ориентируясь на тяжесть остеопороза и риск переломов. Согласно данной публикации, собственно говоря, она никак не идет в разрез с федеральными рекомендациями, а лишь дополняет ее. Пациенты, так скажем, стратифицируются, согласно наличию тех или иных факторов риска, на пациентов с умеренным или высоким риском переломов. И к умеренному риску пациенты с остеопорозом относятся при наличии данного диагноза без еще переломов, либо же умеренному риску по фракс. А пациенты к высокому риску переломов относятся при крайне низких значениях МПК, при высоком риске по фракс и при наличии тех переломов, которые я уже сегодня перечисляла, это тела позвонков или же бедренные кости, при любых значениях минеральной плотности костной ткани и величине фракс. И у данной категории больных необходимо назначение либо пероральных бисфосфонатов, либо же в особых клинических ситуациях мы можем сразу назначить и парантеральные средства. И к этим особым клиническим ситуациям будет относиться неэффективность пероральных препаратов, противопоказания к их приему или несоблюдение режима дозирования. Ну и что касается достижения клинического эффекта, это все тоже, как обычно, отсутствие новых переломов и влияние на минеральную плотность костной ткани, в частности ее стабилизации, и в идеале, конечно же, мы должны способствовать приросту. У пациентов с высоким риском переломов требуется сразу более агрессивная тактика лечения и, в частности, назначение сразу парантеральных средств из группы бисфосфонатов, это заледроновая кислота или ибондронат, с оценкой эффективности в отношении тех же переломов и минеральной плотности костной ткани. И мы видим, что в линейке бисфосфонатов их достаточно много. Собственно говоря, каждый препарат, наверное, который сейчас используется для лечения остеопороза, он зарегистрирован при постменопаузальной его форме. Ну и бисфосфонаты также используются для лечения постменопаузального остеопороза, а ибондронат, в частности, используется для женщин в постменопаузе. Механизм действия данных препаратов хорошо известен, мы знаем, что они работают непосредственно в гидроксиапатите костной ткани, закос связываясь с ним и работая в участках активного костного ремоделирования, предотвращая активность остеокластов. Я думаю, что это хорошо известные возможности нашей терапии бисфосфонатов в Российской Федерации. И подчеркну, влияние парантерального препарата ибондроновой кислоты на минеральную плотность костной ткани, позвоночника и бедра в течение 5 лет. И мы видим, насколько значимо способствует повышению МПК. Данная форма очень удобная для приема 1 раз в 3 месяца. А также парантеральная форма ибондроната хорошо влияет на частоту переломов. Собственно говоря, это тот эффект, который наиболее значим для пациента. снижает снижение частоты периферических переломов. И что касается приверженности, особенно к длительной терапии, я это подчеркиваю, это важно при хронических заболеваниях, то в сравнении с препаратом для приема 1 раз в неделю, с препаратом алиндроната, к сожалению, приверженность падает и в том, и в другом случае, но ибондронат демонстрирует более оптимистичные, так скажем, результаты в отношении приверженности. И важно еще и биодоступность препаратов, поскольку алиндронат имеет совершенно другую дозировку, это 70 мг 1 раз в неделю, а ибондроновую кислоту мы назначаем всего лишь 3 мг 1 раз в 3 месяца, растворенную в 3 мл жидкости. Ну и подчеркиваю, что парентеральные бисфосфонаты особенно рекомендуются пациентам с непереносимостью пероральных форм или же при их неэффективности и для удобства еще приема. И позволю себе все-таки сказать, что у нас есть возможность назначать абондронат, мы должны знать в лицо препараты и в отсутствии других препаратов, особенно длительное время, у нас есть на рынке препарат абондроновой кислоты, виванат, компания Ромфарма, который мы успешно должны и можем использовать у пациента с постменопаузальным остеопорозом. Я благодарю вас за внимание, готова ответить на все, что у вас возникло в плане вопросов. Всего доброго! Юлик Алексеевич, вы скажете, где у нас чат? Нет. Нет. Спасибо, Ирина Викторовна. Я не случайно ошибся, потому что следующий ректор, Ирина Владимировна, заведующая отделением эндокринологии «Маньяки», с лекцией «Нейроэндокринные опухоли», с чем мы имеем дело. Спасибо, Юрий Алексеевич, уважаемые коллеги. Мы сегодня поговорим о нейроэндокринных опухолях и немножко обсудим, что же это такое, с чем мы имеем дело. Итак, для того, чтобы понять, что это вообще такое, надо представлять себе, что нейроэндокринные опухоли, они происходят из нейроэндокринных клеток. Это очень специфическая группа клеток, которая обладает двумя видами происхождения. Первое – это происхождение из нервных клеток, то есть они имеют те же функциональные обязанности, функциональные свойства, что и нервные клетки, нервные системы. С другой стороны, они обладают функциональной активностью эндокринной системы. И вот эти клетки, они рассредоточены по всему организму и находятся практически во всех органах и системах. И это называется диффузной нейроэндокринной системой. Нейроэндокринные клетки содержатся в паращитовидных железах, клетках Меркеля, кожи, поджелудочной железе, огромное их количество в желудочно-кишечном тракте и поджелудочной железе, в аденогипофизе, в клетках щитовидной железе, в клетках тимуса, в легких и так далее. И соответственно, во всех этих органах могут образовываться нейроэндокринные опухоли. И классическими представителями нейроэндокринных опухолей все же являются нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и бронхолегочной системы. Аденогипофиз, параганглии, мозговое вещество надпочечников, это всем известная аденома гипофиза, фиохромоцитома, параганглиома, они, ну, в общем-то, не в широком смысле, мы привыкли их больше относить к заболеваниям эндокринной системы, но в целом это и есть нейроэндокринные опухоли. Нейроэндокринные опухоли, соответственно, очень распространены в организме и большая их часть сконцентрирована в желудочно-кишечном тракте. Вы видите, что в тонком кишечнике 55% всех нейроэндокринных органов выявляется. Также в толстом кишечнике и поджелудочной железе 17-20%. Таким образом, около 80% всех нейроэндокринных опухолей они локализуются именно в желудочно-кишечном тракте. По разным данным, до 25% всех нейроэндокринных опухолей произрастают из бронхолегочной системы. И вот другие локализации, они составляют в среднем менее 3%. Очень специфическая локализация метастазов нейроэндокринных опухолей. В первую очередь метастазирование идет в печень, далее в легкие и в кости. Это старая классификация, когда нейроэндокринные опухоли делили на происходящие из передней кишки в соответствии с эмбриональным развитием средней кишки и задней кишки. Но сейчас больше все-таки пишут нейроэндокринные опухоли ЖКТ, легких бронхов и так далее. Таким образом, что же такое нейроэндокринные опухоли? Это гетерогенная группа редких опухолей. Она представляет в среднем менее 1% всех впервые выявленных злокачественных образований. Но если мы говорим о нейроэндокринных опухолях в целом, то это редкие заболевания. Но когда мы говорим о нейроэндокринных опухолях желудочно-кишечного тракта, то, в общем-то, они оказываются не такие уж и редкие и составляют в среднем 12-15 наблюдений на 1 миллион населения. Они имеют сходство с нейронами и с другой стороны они обладают функциями эндокринных клеток и способны синтезировать пептидные гормоны. Что такое пептидные гормоны? Это АКТГ, это инсулин, это гастрин и так далее. Эти опухоли медленно прогрессирующие. Но в большинстве случаев даже при наличии метастазов этих опухолей сохраняется очень высокое качество жизни на протяжении достаточно длительного времени. Если говорить о нейроэндокринной карциномии, то это, конечно же, исключение и эти опухоли достаточно быстро прогрессируют и имеют неблагоприятный прогноз. Как мы уже с вами обсуждали, что опухоли располагаются повсеместно в организме и чаще всего мы обнаруживаем их в желудочно-кишечном тракте. Особенности нейроэндокринной опухоли отличают их от злокачественных опухолей других локализаций другой структуры. А в частности, такие известные провоцирующие факторы злокачественного роста, как курение и алкоголь, не повышают риск развития нейроэндокринных опухолей. Большинство этих опухолей спорадические, но часть из них могут составлять генетические синдромы, такие как МЕН-1 и 2, это синдром гиперлиалиндау, это нейрофиброматоз первого типа. Из всех опухолей на момент диагностики 22% уже имеют метастазы на момент обнаружения этой опухоли, а если мы говорим о нефункционирующих опухолях, то есть тех, которые выявляются случайно, те, которые не имеют никаких клинических проявлений, эндокринных синдромов не имеют, то вот такие нефункционирующие опухоли, которые не сопровождаются эндокринными проявлениями, они на момент диагностики уже имеют метастазы в 50% случаев. Есть еще очень важная особенность нейроэндокринных опухолей, которыми мы пользуемся как для визуализации этих опухолей, так и для лечения, это то, что опухоли содержат на своей поверхности саматостатиновые рецепторы. И, соответственно, с одной стороны мы можем таким образом визуализировать опухоли, есть специальные методики исследования и с другой стороны мы способны назначая аналоги саматостатина улучшать качество жизни, прогноз пациентов и убирать ряд клинических проявлений, если они сопровождаются эндокринными проявлениями эти опухоли. Очень важная особенность нейроэндокринных опухолей это лучшая выживаемость по сравнению с любыми другими нейроэндокринными опухолями. На графике мы видим зеленым это выживаемость при ненейроэндокринных опухолях, синий это выживаемость при нейроэндокринных опухолей. И мы видим, что при наличии локальных метастазов, региональных метастазов или отдаленных метастазов кривая выживаемости при наличии нейроэндокринных опухолей значительно лучше, чем при наличии ненейроэндокринных опухолей. Таким образом, если мы разделим условно нейроэндокринные опухоли на функционирующие и не функционирующие, напомню, что функционирующие – это которые сопровождаются какими-либо эндокринными проявлениями, не функционирующие – те, которые не имеют эндокринных проявлений, то мы можем разделить таким образом поджелудочная железа. Она может иметь как функционирующие, так и не функционирующие опухоли. Не функционирующие опухоли, они по разным данным от 60 до 80% имеются в поджелудочной железе, а функционирующие органы тоже разброс данных 40-55% составляют от опухоли поджелудочной железы. И сюда входят инсулинома, гастренома, глюкогонома и випома. Соответственно, они проявляются клиническими синдромами гипогликемии, пептидными язвами, сахарным диабетом и диареей. Непанкреатогенные опухоли, они стоят немножко особняком и тоже делятся на функционирующие и не функционирующие. Соответственно, это легкие ЖКТ и другие органы. И наиболее частый синдром при таких опухолях – это карциноидный синдром. Он может развиться как при… опухоль сама по себе может секретировать серотонин, так и в основном при наличии метастазов в печени. Вот любая нейроэндокринная опухоль, даже если она не функционирующая, она может давать метастазы в печень и уже проходится дифференцировка, другая дифференцировка опухоли. И вот уже метастазы в печени могут давать карциноидный синдром. И карциноидный синдром, он опасен с одной стороны развитием карциноидного криза, это очень тяжелое, же не угрожающее состояние, а с другой стороны развитием карциноидного сердца. И вот я вам этот клинический случай покажу. Нефункционирующая нейроэндокринная опухоль, как правило, выявляется случайно, если пациент просто проходил УЗИ, гастроскопию и так далее, ну в рамках какого-то скринингового обследования, чекапа и так далее. Либо если, к примеру, проводилось УЗИ по каким-то другим причинам, увидели какое-то поражение печени, дальше начали обследовать, оказалось, что это метастазы. И уже после этого, после выявления метастазов, начинается поиск первичного очага. Это очень характерно для наличия нейроэндокринных опухолей, потому что они могут быть очень мелкие, они могут располагаться в тонком кишечнике, в толстом кишечнике. Это очень маленькая опухоль, и если вы представите длину кишечника, то достаточно сложно найти эту опухоль. Поэтому, как правило, вот такие нефункционирующие опухоли, и поиск их начинается уже, когда мы видим метастазы. Либо если проведено какое-то хирургическое лечение, и случайно выявлена нефункционирующая нейроэндокринная опухоль, и это очень характерно для опухолей червеобразного отростка, который диагностируется исходно как аппендицит, и демный аппендицит, и далее выявляется, что это все-таки нейроэндокринная опухоль. Клинические проявления зависят от того, где локализована опухоль, каков ее размер, наличие метастазов, и, как правило, до определенного момента эти опухоли бессимптомны. И вот это отдаляет время постановки диагноза, и, соответственно, на момент диагностики 50-60% пациентов с этими нефункционирующими нейроэндокринными опухолями уже имеют метастазы. С другой стороны, считается, что рост количества выявлений этих опухолей связан еще и с распространенностью визуализирующих исследований. Функционирующие нейроэндокринные опухоли, они синтезируют пептидные гормоны и секретируют их в кровь, и, соответственно, они проявляются теми или иными эндокринными симптомами. Инсулин, гастрин, серотонин, АКТГ, и, соответственно, мы видим клинические проявления гиперкартицизма, инсулиномы, карсиноводного синдрома и так далее. Маркеры нейроэндокринной опухоли в крови, основной маркер, который является общим для всех нейроэндокринных опухолей, это хромогранин А. Его надо проверять всегда. И маркеры функционирующих нейроэндокринных опухолей ЖКТ, гастрин, глюкогон, вот здесь вы их видите, они все имеют некоторые особенности забора крови и проведения различных диагностических проб, поэтому мы берем их только тогда, когда мы предполагаем клинически ту или иную опухоль, скринингом брать инсулин, проинсулин, цепептид совершенно бессмысленно, так же, как и гастрин. Должны быть определенные показания для забора этих параметров, поэтому если вы предполагаете, что у пациента есть нейроэндокринная опухоль, можно взять хромогранин А как общий маркер и направить дальше к эндокринологу для того, чтобы оценить необходимость проведения тех или иных диагностических проб и исследовать гормоны. Хромогранин А, он есть как внутри клетки, так и в крови, он является обязательным маркером для того, чтобы вообще диагностировать опухоль и далее ее вести. Чем выше уровень хромогранина А, тем более распространенный процесс, но имеется и ряд ограничений в исследовании этого показателя, к примеру, прием препаратов, наличие некоторых заболеваний, которые не связаны с нейроэндокринными опухолями, могут приводить к повышению этого параметра. Тоже повышается хромогранин А при феохромоцитове, медулярном раке и щитовидной железе, и иногда при раке легких. Надо обратить внимание, что нормы во всех лабораториях разные, поэтому, конечно, надо определять параметры в одной и той же лаборатории для того, чтобы оценить динамику. Но, с другой стороны, к сожалению, уровень хромогранина А может не определяться при некоторых очень выраженных, тяжелых, злокачественных нейроэндокринных карциномах и при, например, нейроэндокринных опухолях аппендикса, поэтому нейроэндокринная опухоль может быть, а уровень хромогранина А будет низким. Очень важный параметр серотонина – 5-оксиндолуксусная кислота. Они исследуются для подтверждения карциноидного синдрома. Надо смотреть оба параметра, потому что, с одной стороны, 5-оксиндолуксусная кислота – это метаболит серотонина, и он не подвержен суточным биоритму колебанию. Но при некоторых опухолях они не способны выделять эти метаболиты, и, соответственно, будет определяться только серотонин в крови. Поэтому мы всегда смотрим и серотонин, и 5-оксиндолуксусную кислоту. Сейчас имеются огромные возможности для инструментальной диагностики этих опухолей. Это КТ, МРТ, УЗИ, синтеграфия самотостатиновых рецепторов, есть еще так называемая терраностика, когда имеются и диагностические критерии обследования этих пациентов, и лечим введением индиапантреотида. Это позитронно-эмиссионная томография с различными радиоактивными метками. Это эндоскопическое УЗИ, это различные селективные заборы крови, это видеокапсульная эндоскопия. И вот все эти методы диагностики, они доступны, и мы можем наблюдать с пациента и постановка диагноза, и далее смотреть эффективность лечения. Виды терапии, конечно, в первую очередь, это хирургическое лечение, консервативное лечение. На первом месте аналоги с самотостатиной идут, различные местные аблационные процедуры, и лучевая терапия также возможна у данных пациентов. На первом месте при лечении нейроэндокринных опухолей стоят аналоги с самотостатином. Они снижают частоту приливов и диареи более чем у 70% с карциноидным синдромом. Они улучшают качество жизни пациентов и уменьшают размер опухоли у 2-8% пациентов. Я хотела представить клинический случай небольшой нашей пациентке. Пациентка 67 лет, она поступила к нам с жалобами на эпизоды жидкого стула, покраснение лица, эпизоды гипотонии с выраженной слабостью, снижение массы тела. Эти жалобы у нее с 2018 года, с ноября. Эпизоды гипотонии у нее были один раз в неделю. Также проведена была эзофагогастродиоденоскопия по месту жительства без клинических значимых изменений. И на УЗИ выявили опухолевидное образование терминального отдела подвздошной кишки. Через месяц проводили полоноскопию, увидели опухоль, но не смогли провести биопсию, потому что у пациентки развился эпизод выраженной гипотонии. В январе 2019 года проведено было МСКТ с внутривенным контрастированием и подтверждено наличие нейроэндокринной опухоли подвздошной кишки с наличием ножных метастазов, с прорастанием брыжейки, поражением лимфатических узлов. И в этом же месяце сделали полоноскопию с биопсией и увидели вот такое заключение, что опухоль секретирует, как вы видите, здесь множество маркеров нейроэндокринной опухоли, это хромогранин, серотонин, CD56, цитокератин и так далее. Индекс пролиферации был не более 1,5%, то есть опухоль была grade 1, но тем не менее мы видим, что она практически очень была распространена. Были и отдаленные метастазы в легких. Мы видим, что это типичный серотонин, продуцирующий карциноид подвздошной кишки. И ниже вы видите результаты москоты, видите, насколько поражена печень, какой большой объем поражения у пациентки, и кишечник поражен. Лечение. Сначала она поступила в хирургическое отделение, к сожалению, не смогли провести операцию, наложили кишечный анастомоз без резекции кишки, потому что очень большой объем поражения, и удалить этот участок было невозможно. У нас, мы ее видели уже после перевода из хирургического отделения, обращала внимание яркая эритема кожи лица в области крыльев спинки носа с захватом чечной области, давление 150 на 80, но дважды за 5 дней у пациентки мы видели приступы снижения давления до 60 на 40 мм тутного столба, жар, отсутствие потливости и выраженное сердцебиение, которое длятся 20 минут. Здесь представлены те клинические проявления, которые характерны для карциноидного синдрома, как раз вот то, что мы описывали, это сухие приливы, это снижение, возможно, артериального давления, диарея, это хрипы, отдышки, проявление бронхиальной астмы, и очень опасно поражение клапанов сердца. И вот у нашей пациентки было проведено обследование, подтвердившее наличие карциноидного синдрома, и вы видите заключение эхокардиографии, когда имеется выраженность стеноза, недостаточность трикосубидального клапана, расширение правых камер сердца, и вот здесь огромное такое заключение, говорящие о том, что поражены именно правые отделы сердца, это связано не только с наличием метастазов в легкие, но в первую очередь с характерным изменением сердца при карциноидном синдроме, когда имеется утолщение фиброз правых отделов и фиброз клапанов. Лечение. Мы назначали аналоги соматостатина длительного действия, это была Криотик Депо, компания Фармсинтез. На фоне лечения приступы, вот за момент, пока она у нас была, не наблюдалась, она значительно отметила улучшение качества жизни, очень важно помнить о том, что все-таки при карциноидном синдроме актриотит определенного действия, в частности актриотит Депо, имеет преимущественное значение, это в первую очередь терапия первой линии. Имеется несколько дозировок этого препарата, мы смотрим, начинаем с 10, 20, 30, это в зависимости от распространенности процесса, оцениваем хромогранин А, серотонин и в общем качество жизни данной пациентки и пациентов с этим заболеванием. Итак, в заключение я хочу сказать, что нейроэндокринные опухоли становятся все более и более распространены, их частота выявления растет, это связано с различными факторами, возможно, с увеличением объема обследований наших пациентов. Большинство пациентов с нейроэндокринными опухолями это молодые люди и у них очень высока выживаемость. И сейчас показана трансплантация печени, трансплантация сердца у больных с карциноидным синдромом и имеется огромный существенный прогресс в лечении нейроэндокринных опухолей и сейчас очень хорошая есть доступность к препаратам, к аналогам саматастатина. И надо помнить, что даже при наличии множественных отдаленных метастазов остается длительное время высокое качество жизни, поэтому, конечно же, пациентам надо помогать. И если это функционирующие нейроэндокринные опухоли, то в первую очередь очень важно убрать именно эндокринные проявления, от которых пациенты могут погибнуть. Я благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, я готова ответить. Спасибо, уважаемые коллеги. Передаю слово нашему председателю, Юрию Алексеевичу. Уважаемые коллеги, к сожалению, последний доклад сегодня не будет озвучен ввиду болезни докладчика, поэтому на сегодня мы с вами как бы обсудили то, что необходимо. Если у вас есть все же какие-то вопросы, вы можете нам задать. Ну, я вижу, что и в чате вопросов нет. Уважаемые коллеги, да, я вижу вашу реакцию. Спасибо вам огромное за участие в нашей секции. Я надеюсь, что мы очень старались, чтобы доклады были разнонаправленные, чтобы они касались всей эндокринной патологии. И я надеюсь, что вот такие секции полезны для врачей-терапевтов. Мы очень действительно старались. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Успехов в лечении ваших пациентов. Продолжение следует...